Есть такая история, когда один, еще в советское время, гаишник остановил водителя, в советское время еще, да, помните, были гаишники, это те, госавтоинспекция, ну, проверил ему документы, аптечка, все на месте, он ему говорит, ну, платите штраф, а тот водитель говорит, а штраф-то за что, я же ничего не нарушил, инспектор ГАИ ему говорит, моя семья не может ждать, пока ты нарушишь, давай деньги, все. Поэтому, кто ищет, тот всегда найдет, и кто ищет, чему радоваться, он всегда найдет, а кто ищет, чему огорчаться, тоже всегда найдет, кто ищет Всевышнего, всегда найдет, кто ищет доказательства того, что он обезьяна, тоже найдет, кто ищет, тот всегда найдет. И это как бы взято, это народная мудрость, это из Торы, потому что в Торе есть такое выражение, что оно по-другому звучит, там написано так, «И гата вы мацата, та аминь». Если скажут тебе, что я старался и нашел, верь такому человеку, да. То есть, если человек действительно, он сильно старался, я вот в эту субботу, я провожу по субботам рок Торы, там был один парень, вот он рассказывал, как он долго не мог жениться, а потом он увидел в инстаграме девушку, в которую влюбился. Вот прямо сразу он говорит, я прям почувствовал. И он два года за ней ухаживал, добивался, чтобы на ней жениться. И женился, представляете? Меня прям эта история очень удивила, ну в плане вот насколько бывает, что у людей такая есть настойчивость в том, что они хотят. Но у большинства людей нет настойчивости. Большинство людей попробовали и бросили, захотели, передумали, чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда. Но большая часть времени они именно уделяют свое невероятное внимание, силу и время, и энергию, да, куда идет внимание, туда идет энергия. Именно потому, что они не хотят иметь в своей жизни. То есть это удивительно, насколько люди используют свою вот эту вот невероятную силу внутреннюю, силу создания, силу мышления, силу настойчивости, да, силу творения. У человека есть прям сила творения, но они вместо того, чтобы ее использовать на созидание и на создание того, что они хотят иметь в своей жизни, они все это время тратят на то, чтобы увеличивать то, чего они не хотят. То есть проблемы, отговорки, очень такая есть тактика, знаете, но, вот я бы, конечно, мог бы начать шаббат соблюдать, но, и, значит, давайте думать, я хочу шаббат соблюдать, и как я буду это делать, раз, два, три, четыре, пять. Или, да, я бы, конечно, мог бы выучить, но, и там десять причин, но, я мог бы выучить, и как я могу это сделать, двадцать причин, как это можно сделать. То есть, если бы мы тратили действительно свою вот эту вот силу внимания и силу энергии созидания только на создание, на творение, на позитивные вещи, то, естественно, человек мог бы делать невероятные, невероятные вообще в своей жизни изменения и в мире позитивные изменения. Хорошо, и вот мы дошли до того, что мы сейчас, так жалко уже эту книгу заканчиваем, прям вообще не могу, очень, прям буду растягивать. Еще на сегодня урок будет и последний урок завтра с Божей помощью, потому что уже дальше растянуть не получится. Вот мы дошли до того, что говорит нам автор этой книги о том, что человек подобен Всевышнему. И в чем это подобие выражается, в чем выражается подобие человека Всевышнему? Значит, в том, что есть душа, и вот в этой вот душе, которая есть у человека, она, верхняя ее часть, Дешама, то, что называется Божественная Душа соединена со Всевышним. Вот, теперь дальше он пишет, Всевышний дал человеку злое начало для его же блага, для блага человека. Что это за злое начало такое? Зачем Всевышний дал его человеку? Вот представьте, значит, есть у человека Божественная Душа, которая вообще часть Всевышнего. И она, эта часть Всевышнего, она находится в духовном мире. И она видит все, как все работает, и у нее нет никаких потребностей, только она, эта Божественная Душа, наслаждается Всевышним и в своей связи со Всевышним. И вот Всевышний ее опускает в этот мир, опускает ее в этот мир, и эта душа рождается в виде, вот я сейчас наблюдаю, у меня родился 4 недели назад, как раз родился внук. Вот сейчас на шаббат они были у нас, и я прям наблюдаю вот этого, раньше, когда у меня родились дети, у меня не было времени наблюдать. Я был занят, да, то есть я был очень занят, потому что мне надо было работать, семью обеспечивать как-то, я не знаю почему, но вот я был все время занят. Ну вот я все время был занят, у меня не было, я никогда не бездельничал в жизни, очень интересно, что как-то вот у меня это было, может, спортом привито, то есть я не могу сидеть без дела, и никогда не сидел, я все время был чем-то занят. Но сейчас вот я стал поспокойнее все-таки уже дедушка, 51 год. Я этого ребенка там рассматривал, на руках держал, да, я понимаю, вот у него прям видно, что душа божественная, да, то есть он такой вот, он же еще не разговаривает, а ничего про мир не знает. А тело у него очень-очень маленькое, такое тельце, которое, если его не покормить, если его на руках не держать, он не может выжить. Все, что я так специально сделал, чтобы маленький ребенок, он очень нуждается в заботе, в заботе близких, в заботе окружающих. И это специально так сделана система, чтобы мы проявляли друг другу вот это вот милосердие, которое начинается с того, что родители, как бы этого маленького ребенка, они его выращивают. И в этом ребенке есть то, что называется злое начало, то есть оно написано прямо от рождения, включен. Но почему оно злое, где же в нем зло в этом ребенке, если он вообще просто маленький ангелочек, да, почему оно называется злое начало? Это инстинктивное начало, запрограммированное, то есть у него есть некий внутри, такой как модуль, да, как вот компьютер ты покупаешь, есть процессор уже запрограммированный, то есть компьютер ты покупаешь, Есть уже программа. И эта программа, она, то есть в чем она заключается, эта программа? Он хочет получать то, что ему нужно для жизни, любыми-любыми путями, без ограничений. То есть маленький ребенок, он только получает от окружающего мира, получает все эти ресурсы. Дальше. Если бы не было у него, если бы не было у него ограничений, да, которые устанавливают ему потом воспитание, мораль и так далее. То есть если бы ему не сказали, что не весь мир принадлежит тебе, то он бы развиваясь, как в животном мире, значит, вот здесь рождаются маленькие волки, да. И эти маленькие волки, они уже с детства начинают драться. Но есть большой волк, который самый этот волк главный, там, или мир, или медведь. Ну, медведи живут там маленькими семьями. А, например, там, какой-нибудь лев, там, или какой-нибудь волк главный, или козел главный, да. Главный козел стадии козлов. И вот эти маленькие козлы, они его слушаются, но потом среди этих маленьких козлов есть какой-то самый козел такой, самый сильный. Этот самый сильный козел, он начинает в своем кругу, он всех угнетает, а потом он вырастает и он может главного козла тоже пытается его скинуть. И вот это инстинктивное начало, оно в принципе, оно просто инстинктивное, оно в итоге, вот в этом инстинктивном, если его не ограничить, в этом инстинктивном начале находится все, что Бог назвал злом. Специально он так сделал, как пружины такие, он говорит, вот тебе пружина, она тебя ведет, но если ты ее не остановишь, то она тебя и погубит. Например, размножаться, это инстинкт, это специальный инстинкт, без которого люди бы не рожали бы детей, особенно раньше, когда они 5, половина детей там умирало, 50% детей умирало до года. И при родах умирало одновременно очень много матерей, потому что не было еще, не знали, как делать, если его сечение, чуть что-то не так, ребенок это, и ребенка нету, и матери нету, то есть эти истории прям сплошь и рядом. И почему люди продолжали размножаться, да? Потому что Всевышний так запрограммировал инстинкт. Но если человек его брал под свой контроль, то есть под свое доброе начало, а когда у человека появлялось доброе начало? Доброе начало у человека появлялось в иудаизме в 13 лет. Человек становится обязанным соблюдать заповедь, мужчина, а женщина в 12 лет. Это интересно показывает, что у женщины самоконтроль и разум сильнее, чем у мужчин. Это очень интересно, прям доказано, потому что женщина в 12 лет уже становится ответственной за свои поступки, а мужчина в 13 только. И в 13 лет появляется то, что называется доброе начало, которое ему уже говорится тогда, все, теперь ты ответственный. Ты ответственный за то, чтобы сам обуздать своим вот этим вот инстинктом. И написано, что Всевышний с первых дней творения создал мир, чтобы он строился и управлялся людьми по его великому милосердию. И когда побеждает доброе начало, а злое начало покоряется настолько, что человек не нарушает волю Творца, но использует и злое начало, чтобы совершать все, согласуясь с велением Всевышнего, без греха и преступления, тогда злое начало оказывается ему во благо, и тогда счастлив он и счастлива родившая его. Вот это вот наша цель, как бы, да, то есть взять вот это вот злое начало инстинктивное и его обуздать, и его поставить, его, как сказать, запрячь его, это инстинктивное начало, и направить его на служение Всевышнему, на служение Душе. То есть есть Всевышний, есть Душа, которая часть Всевышнего, есть потом намерение Дух, это то, что двигает человеком, есть у него тело, которое вертикально ходящая лужа, или можно по-другому назвать обезьяна, да, такая, развитая обезьяна. Но даже здесь, вот, говорит автор этой книги, что человек даже телом подобен Всевышнему, хотя у Всевышнего нет тела. Как же может быть, что человек телом подобен Всевышнему, спросите вы? Прямо на скрижалях написано, что нет у меня никакого изображения, никак меня не изображает. Помните же, прям написано на десяти заповедях. Первая заповедь, я Бог твой, который вывел тебя из земли, иди пицкань. А вторая заповедь, не будет у тебя никаких изображений вообще. И вторая, прям много раз написано, что Всевышний не имеет никакого материального изображения, да, это им два поклонства все. Теперь, а как же написано здесь, что человек в чем-то подобен Всевышнему, в духовном плане понятно, творец и так далее, ну а тело-то при чем? И отвечают авторы этой книги так, что как Всевышний наполняет это мироздание, и это мироздание, материальный мир, он состоит из, вот, земля, там, неба, горы, грети, там, и так далее, это все мироздание, природа, которую сотворил Всевышний, он ее уже наполняет. Так же, человека наполняет душа внутри, которая тоже непостижима, невидима, неоссязаема, неощущаема, но тело человека, это как малый мир. И тут он все это так поэтично описывает, что верхние воды, нижние воды, влага такая, влага такая, в общем, идет такая полуанатомия, полубиология, ноздри, уши, там, все. То есть, он все это идет в сопоставление, как тело человека, оно, он уподобляет вот тому миру, который создал и сотворил Всевышний Создатель, и его наполняет. Так же, человека наполняет его душа, но тело, оно тело, и оно как мир. И вот он говорит, люди бывают, значит, как в мире есть, там, злые животные, есть добрые животные, в мире есть цветы, которые приятно пахнут, есть всякие, там, насекомые и так далее. Так же, в человеке тоже есть и глисты, есть, все есть в человеке, да, как и в мире. Как Всевышний создал рите, чтобы напоить мир, так же создал в человеческом теле вены, что там же идет кровь, которая тает все тело. И воды есть в обычном мире прозрачные, мудные, пресные, соленые, горькие. Так же, в человеке есть разные виды жидкости. То есть, вот в этом он уподобляет тело человека миру, малый мир, да. И как в году 365 дней, так же в человеке есть 365 жил каких-то главных меридианов, ну, жилы какие-то, которые, знаете, как китайцы вообще человека видели в виде каких-то энергетических меридианов, по которым идет энергия, они там у них иголочки тыкали, да. Вот такая вот есть, как в мире есть сумасшедшие, так же есть и люди такие, да, которые неадекватно воспринимают мир. Теперь дальше, как быть нам в этой ситуации. Значит, есть у человека, если мы посмотрим на себя, то у человека самое главное в человеке это намерение. И вот здесь очень легко себя проанализировать. Сейчас мы находимся в риме, которое называется, делать надо хишбон-нетуш, самоанализ. Перед дорожа шана. Дорожа шана это начало года. И вот мы находимся, осталось как раз 12 дней до начала года. 11 уже дней. И вот эти вот 11 дней до начала года, каждый день можно исправить один из месяцев прошедшего года и взять на себя какое-то намерение на месяц будущего года. Вот, например, вчера это было 12 дней, еще оставалось первый месяц года, называется месяц тишерей. Как раз в этом месяце года, 1-го, 2-го числа, это рожа шана. Потом идет 10 дней раскаяния. Потом идет Йом-ки-пур. Потом идет через 5 дней суккот. И неделя идет суккот, а в конце суккота зимка Тора. И начинают заново изучать Тору. Теперь, какое можно взять намерение, чтобы исправить прошлого года месяц тишерей и взять на себя на будущий год какое-то дополнительное, дополнительно на будущий год взять на себя намерение, которое исправит вот этот первый месяц. Ну, конечно же, лучшее намерение это служить Всевышнему радости и изучать, как служить Всевышнему радостью. Помните, я с чего начал сегодня урок, что человек своей энергией, своим творчеством, да, человек-творец. Все, на что он обращает внимание, он своим вниманием создает. То есть мир, вот, например, да, он огромный объем информации. Как есть вот дештальтерапия, есть такое понятие, есть фигура и фон. Да, то есть здесь фон. На фоне все прошлое, все воспоминания. На фоне размышления о будущем. На фоне огромный объем информации из настоящего. Огромное, неисчестимое количество объектов на фоне, да. Но человек своим вниманием, он как будто бы высвечивает, фокусируя внимание, какой-то объект все время 7, 8, 7 плюс-минус 2 единицы информации. Есть такой закон Миллера, да. Был такой ученый Миллер. Он объяснил, что в фокусе внимания у человека может находиться 7 плюс-минус 2 единицы информации. И у человека все время выходит в сознание. За день ученые тоже посчитали 70 тысяч мыслей. Это примерно 70 тысяч есть секунд. Состояние бодрствования каждый день. И ученые посчитали, что 70 тысяч мыслей проходит сквозь сознание человека. Получается, что каждая мысль, она является неким объектом, в который человек направляет свое внимание. И этот объект оживляет и усиливает. Если спросить себя, на что я направляю свое внимание, на что, вообще осознанно ли я направляю свое внимание, или же мое внимание, оно реактивно двигается за какими-то случайными тридерами, которые его привлекают, или же мое внимание находится все время в полупустом стакане, в том, чего у меня не хватает. И я вижу именно только то, что у меня не хватает в настоящем, в прошлом и в будущем. И я оживляю, как бы я, можно сказать, фокусирую, знаете, как есть. Вот представьте, все расплывчатое. И вы все время своим вниманием выделяете, наводите резкость на какой-то кусочек информации. Если спросить себя, на какие кусочки информации я навожу резкость. Если предположить, что вы эту информацию, на которую вы наводите резкость, вы ее усиливаете, вы ее увеличиваете. То есть вы не просто наводите резкость, а вы ей даете большую жизненность, большую силу. И она начинает, этот кусок просто резкости, кусок реальности, он начинает расширяться. А кажется, что у нормального человека, именно я привожу нормальное большинство, норма это большинство. И то, что это лучшее, да, это не лучшее часто, не всегда большинство это лучшее. Часто большинство, как раз как в этом случае, это не лучший пример. То есть обычно меньшинство, они по закону Парета, они получают все бонусы, ну все вообще делится не равномерно. Именно меньшая часть, она как раз забирает большую часть бонусов и прибыли. И в этом случае это точно видно, потому что большинство в реактивном формате, как и животные, то есть управляемые инстинктом выживания, они фокусируют свое внимание именно на негативе, на опасности, на проблемах, на каких-то вещах, которые им не нравятся. Это похоже, как есть такая метафора, притча, как один человек приехал в новый город, незнакомый город, он не знает этого города, он не знает, что там будет в этом городе. И он уходит на вокзале, и таксист его спрашивает, вам куда? Он говорит, ой, я точно не хочу туда, где плохо, туда, где грязно, я не хочу туда, где я могу потерять деньги, я не хочу туда. Тот говорит, а куда ты хочешь? Скажи, куда ты хочешь, куда тебе надо? Ой, я знаю точно, что я не хочу. Вот куда я не хочу, я точно знаю, а куда хочу, я не знаю. И что с ним будет? То есть, если таксист его возьмет и начнет возить, куда таксисту нужно, да, это не факт, что это туда нужно человеку. И возможно, что таксист его будет возить, пока у него деньги просто не закончатся, и все. Поэтому человек, вместо того, чтобы фокусироваться на том, что он не хочет, надо фокусироваться на том, что он да хочет. И как раз об этом, вот этот вот анализ, да, самоанализ, который проводится в месяц Элуль, что проанализировать свой год и посмотреть, был ли я там, где я хочу быть. И дальше себе сделать, я хочу быть ближе ко Всевышнему, хочу быть счастливым, веселым, радостным, хочу идти по путям Всевышнего. Как я буду это делать, это уже вопрос не ко мне, ко Всевышнему, да. То есть, от меня только мое хочу, и тот, кто выбирает очиститься, ему с неба помогают. Тот, кто выбирает запачкаться, ему не мешают. Поэтому человек, который сейчас думает, каким должен быть мой будущий год, то есть, ему стоит думать, именно вопрос, каким я хочу, чтобы он был. Не думать о том, чего я не хочу, не думать о том, что мне не нравится, да, потому что этим самым ты как бы усиливаешь это, ты ничего в ней выигрываешь. А нужно думать о том, что я да хочу, каким я хочу быть. И тут же не переходить по привычке на слово но и передумывать, опять усиливать те мысли, которые могут вам побежать. А слово и, поэтому я хочу, чтобы и, 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 как я помню с одним, недавно совсем, да, было, один волк там, хизбалла, то, сё, он был. Я говорю, послушай, Всевышнему, Всевышнему много путей, как помочь хорошим, добрым людям. Поэтому ты молись, проси Всевышнего придумать, как помочь. И вот это вот с пейджерами, когда была история, он как раз, говорит, позвонил, говорит, ты знаешь, да, ты всё время говорил, что, ну, может быть, что-то, чего я не знаю, что мне поможет. То есть, я всегда верю, что появится что-то, о чём я не знаю, что мне поможет. А он как раз, это мой друг, он такой пессимист, он верит, что появится что-то, чего он не знает, что ему помешает. И он своей верой, он как бы усиливает вот эту часть и может действительно появиться. Если предположить, что действительно у человека есть вот эта сила творения, то тогда, тогда он усиливает, он как бы рождает в духовном мире то, что может ему помешать. А человек, который верит, что есть что-то, что он не знает, и оно появится, Чтобы ему помочь, он усиливает это что-то. И вот тут как раз это не просто констатация, нет никаких фактов, которые мы констатируем. Потому что человек, когда он направляет свое внимание на какой-то объект реальности, это всего лишь маленький объект с его интерпретацией. Любая информация, которую мы воспринимаем из внешнего мира, это уже интерпретация, потому что мы ее создаем у себя в интеллекте. Поэтому самое важное в этом году, это выработать у себя прям четкое, конкретное намерение. На всех своих путях познавай Бога, и Он выпрямит твои дорожки. Вот эта вера, что я хочу выполнять волю Всевышнего, а Всевышний уже сделает все остальное, это и есть главное намерение, которое, если его прям качать, туда качать, оно очень сильно улучшит жизнь каждого из нас и жизнь всего мироздания. Все, всего хорошего, хорошей недели, хорошего дня. Сегодня урок для спонсоров будет в 5 вечера. Для спонсоров и партнеров Вайкра будет урок не в 11, как обычно, а вот как раз Давид, я его увидел и вспомнил, а в 17.00. Кто успеет, успеет, не успеет, значит посмотрим записи. Все, всем удачи, успехов, благополучия в духовном и материальном.